Всем привет! Здесь судья Эндрю Наполитано со свободой судейства. Сегодня среда, 7 декабря 2022 года. Сейчас около двух. 35 пополудни здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов. Мой следующий гость, конечно же, любимец нашей публики. Один из двух любимцев нашей аудитории, неподражаемый Скотт Риттер, чье имя, конечно же, Скотт, было упомянуто всего несколько минут назад из уст Джека Дивайна, этого карьерного сотрудника ЦРУ, который сказал нашей аудитории, что ЦРУ крадет секреты и хранит секреты, но оно не лжет. Согласился бы с этим кто-нибудь еще в ЦРУ? Они согласятся с его долгом и ответственностью сделать это заявление, потому что одна из задач ЦРУ состоит в том, чтобы лгать о том, что они делают. Что такое легенда прикрытия? Это ложь. Когда ты работаешь на прикрытой должности, твоя жизнь — это ложь. Все вокруг ложь. Если тебе задают вопрос о твоей работе, ты лжешь. И это то, что продолжается всю твою жизнь. Значит, он говорит правду о том, что лжет о том, что не умеет лгать. Значит, их работа состоит в том, чтобы лгать о лжи. Их работа состоит в том, чтобы сделать так, чтобы любой, кому не нужно знать о ЦРУ, не знал о нем. Хорошо, Джек также утверждал, что Россия проигрывает, что это глупость Путина. И что его отношения с остальным российским правительством и с российским народом никогда не будут прежними из-за ошибок, которые он совершил, въезжая на Украину. И прежде чем ты ответишь на это, сам Путин в течение последних нескольких минут сказал, что война затягивается. Мы не использовали слово «война». Специальная военная операция занимает больше времени, чем мы думали. Так что я просто приготовил для тебя эти два первых блюда. Ты же Арон Джадж. Я только что бросил подачу. Ты попал в цель. Что такое победа? Я, ты знаешь, я все время говорил, что война — это продолжение политики другими средствами, и мы говорили об экономических аспектах этого конфликта, политических аспектах этого конфликта и военных аспектах этого конфликта. Если Джек Дивайн хочет сидеть здесь и приводить доводы о том, что украинцы побеждают в военном отношении, я бы сказал, что ему, вероятно, нужно связаться с некоторыми военными экспертами, потому что этого просто не происходит, Джек. Русские стабилизировали поле боя, нейтрализовали все преимущества, которые Украина получила в сентябре-октябре, и находятся в процессе завершения наращивания своих вооруженных сил. Налицо новая динамика. Только сегодня у меня было интервью с Константином Севковым, капитаном военно-морского флота в отставке, очень заметным голосом России, тесно связанным с ближайшим окружением Путина. И он сказал кое-что, что меня поразило. Он сказал, что русские сейчас очень обеспокоены управлением эскалацией. Что их беспокоит то, что они будут действовать слишком быстро на поле боя, потому что сейчас у них есть все преимущества. Он согласен со мной. Каждое преимущество принадлежит России. Каждое преимущество на Земле принадлежит России. Но он сказал, что если мы будем действовать слишком быстро, то можем спровоцировать НАТО на вмешательство, а Россия не хочет провоцировать НАТО на вмешательство. Так что Россия прямо сейчас занимается управлением эскалацией. И я спросил, означает ли это, что ты меняешь свое определение победы в отношении денонсации и демилитаризации? И он, по сути, сказал да. Он говорит, что хотя это все еще записано в книгах, он говорит, что есть разные способы оценивать это. И одна из интересных вещей, которые он сказал, заключается в том, что Россия уже может претендовать на крупную победу. И это то, что сказал Путин, и что касается поглощения территорий, которые у них уже есть, Россия уже может претендовать на победу. А вот здесь Джек. Вот здесь Джек утверждает, что у украинцев есть преимущество. И мы с тобой говорили об этом, и ты участвовал в войнах. Ты понимаешь это лучше, чем кто-либо. Россия полна призывников и людей, которых действительно либо ввели в заблуждение относительно целей приема, который они получат, въехав в Украину, либо им наплевать. Украинские войска будут сражаться до последней капли крови. Это вопрос чести. Они защищают свою родину. И это двое, это ценность, которая есть у Украины и которой никогда не будет у России. Очевидно, что он ничего не знает о российской истории и ничего не знает о российских вооруженных силах. Называть российского призывника военным — это ложь. Полностью 7075% их военнослужащих — профессиональные солдаты. Мы называем их волонтерами в Соединенных Штатах. Там они называют их контрактниками. Они подписывают контракт с правительством, точно так же, как это делают наши ребята. Им платят за их работу. Они профессионалы. Мобилизованные люди не являются призывниками. Все они люди с предыдущим военным опытом. Они резервисты, которые были мобилизованы, точно так же, как мы мобилизовали национальную гвардию и так далее. Они хотят быть там? Я уверен в этом, если ты проведешь опрос. Я помню, как во время войны в Персидском заливе, когда они мобилизовали резервистов в национальную гвардию, и все мальчики и девочки, которые думали, что получат бесплатную поездку в колледж, вступив в резерв, внезапно подумали, что «Мы должны это сделать. Мы собираемся быть развернуты на шесть месяцев, отправиться на войну в Персидском заливе». И им напомнили «Да, это то, что ты делаешь». И многие из них были недовольны. Многие из них, многие из них не пошли. Если ты проведешь опрос россиян, найдешь ли ты кого-нибудь из русских, кто скажет «Я не в восторге». Конечно, ты это сделаешь. Но подавляющее большинство россиян, я полагаю, сродни американским солдатам, мобилизованным во время Второй мировой войны, которые поняли, что самый быстрый путь домой – это воткнуть штык в сердце нацистского солдата. А самый быстрый путь домой для этих российских войск – это уничтожить украинских националистов, и они привержены этому. Но, Джек, мы очень скоро узнаем этот доказательства в Пудинге. И у нас есть еще 175 российских солдат, готовых прибыть на поле боя. И когда это произошло, там никого не осталось. Путин сказал, что мы больше не мобилизуемся. Это все. И когда они придут, не сиди сложа руки. Есть ли у российских войск тот дух, тот дух, та страсть, которой есть у украинских войск? И даже больше. Украинские войска прямо сейчас хорошо умеют делать одно умирать. Они умирают в большом количестве. Люди, которые сражаются, давай просто будем откровенны в этом. Люди, которые совершили первые нарушения российских границ в сентябре и октябре, не были украинцами. Они были наемниками. У украинцев не осталось войск, способных на это. Люди, которые воспользовались этим, были в основном наемниками, польскими войсками. Есть некоторые украинские силы, у которых есть мотивация. Есть националистические войска, которые очень хорошо умеют сидеть позади войск и стрелять в жителей территории, которые пытаются убежать с поля боя. Но представление о том, что украинская армия полна корпусного духа. У мертвых людей нет гордости. Они мертвы. А у украинцев много мертвых людей. Так что я не знаю, откуда у тебя такое представление о том, готовы ли они умереть за свою страну. Не так уж много людей в бою говорят «Эй, прямо сейчас самое время мне решиться на смелый шаг. Давай стреляй в меня». Большинство людей в бою говорят «Черт возьми, я хочу быть мертвым. Я хочу выбраться отсюда». Помни, это Джордж Каскотт в роли Джорджа Паттона, так что я не знаю, говорил ли Паттон когда-нибудь это на самом деле. Никто никогда не выигрывал войну, умирая за свою страну. Он хотел заставить какого-нибудь другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну. За свою страну. Паттон так и сказал. Джордж Джордж, у него есть эта знаменитая речь в начале фильма. Я думаю, что на самом деле это было сочетание речей, которые Паттон произносил с течением времени. Да. Но это были его слова. Он это сказал. Итак, за последние два дня, и это не может быть совпадением, и это просто либеральные западные СМИ, журнал «Тайм», я даже не знал, что журнал «Тайм» все еще существует. Скотт назвал Владимира Зеленского «Человеком года». Газета «Файнэншл Таймс», которую я уважаю и которую читаю каждый день, эта газета «Цвета лосося», не только назвала его «Человеком года», но и вот под заголовок. Я хочу, чтобы ты подумал по этому поводу. И я цитирую, украинский президент Владимир Зеленский воплотил в себе стойкость своего народа. Он обеспечил единство Запада и стал знаменосцем либеральной демократии в борьбе с авторитаризмом. Ты говоришь, что он авторитарный, и многие люди, которые борются за него с ним или под его началом, являются нацистами. Эти люди пытаются представить его как парадигму либеральной демократии. Что, по мнению западных СМИ, не получают от этого, кроме того, что произносят то, что хочет от них ЦРУ? Но это все, что они делают уже некоторое время. Мы знаем, я имею в виду, представитель Совета национальной безопасности некоторое время назад сказал, «Эй, в Америке мы рассекретили секреты и передаем их средствам массовой информации, хотя мы знаем, что это неправильно, потому что не каждый секрет, который засекречен, является правилем. Это большая часть плохой информации, и секретом являются источники и методы, используемые для ее получения». Поэтому они публикуют плохую информацию в прессе, как будто это факт, чтобы пресса публиковала ее так, как будто это факт, чтобы сформировать общественное мнение. У нас есть глава Агентства национальной безопасности, признающий, что он это делает. У нас есть Совет национальной безопасности, признающий, что они это делают. И у нас есть СМИ, признающие, что они получают это и публикуют. Директор Ант назвал CNN, сказав, «Я намеренно рассекретил плохие материалы, отдай это CNN. Они бегают с этим плачам, чтобы сформировать восприятие. Такова наша договоренность. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что МИСИК сручила Financial Times небольшую приятную заметку и сказала, «Вот, сделай человека год». Ты друг русских военных. Ты рассказал нам о разговоре несколько минут назад, указал на необходимость сдержанности, понятную Путину и его старшим командирам, чтобы не вступить в НАТО. Неужели русские действительно думают, что НАТО вступит в войну и ведет войска на землю? Что произойдет в ту минуту, когда погибнет какой-нибудь польский или немецкий солдат? Выходит ли 101-я воздушно-десантная дивизия на поле боя? Они действительно думают, что это произойдет? Нет, он действительно дефицит. Он сказал, что думает, что американский народ. Он проводил различия между политизированной риторикой, которая происходит повсюду, и профессиональным существом. И он сказал, что американцы, по его мнению, прагматичные реалисты, которые понимают, что любой конфликт между НАТО и Россией неизбежно приведет к ядерному обмену, который убьет всех. Но у него такое чувство, что, например, прямо сейчас он верит, что в России есть возможность стереть с лица земли украинских военных и сделать рывок украинско-польской границы. Это его оценка, а не моя. И он верит, что они делают это, что это может побудить поляков вмешаться, а затем втянуть НАТО в это. И он также обеспокоен тем, что если они сделают слишком большой шаг в сторону Одессы и Молдовы, то могут вмешаться румыны. Так что это его проблема. Он говорил с тобой об американцах? В Польше 40 американских военнослужащих. Да, американцы действительно не собираются входить в Польшу по собственной воле, это правильно. Да, они вошли в Украину по собственной воле. Но если опросы общественного мнения застрянут в нокдауне с русскими прямо там на границе с Соединенным Штатом, возможно, придется что-то сделать, чтобы спасти польские войска, которые там находятся. Дело в том, что ты не знаешь. Ни один план не выдерживает первоначального контакта с врагом. И чего русские не хотят делать, так это привносить неопределенность в этот акт. Так что я верю в то, что он сказал. Но вот еще одна вещь, которую он сказал. Он сказал, что это почти то же самое, о чем я тебе говорил. Он сказал, что эта военная кампания завершится к концу лета. Все в порядке. С тех пор, как мы разговаривали в последний раз, Украина использовала беспилотные летательные аппараты, чтобы проникнуть далеко в Россию, один из них в 150 милях от Москвы. Я был немного поражен, когда это произошло. Так что пара вопросов. Скорее всего, ЦР узнал об этом до того, как это произошло, и, следовательно, западное крыло и овальный кабинет знали об этом. И если это так, то они подписали это или смотрели в другую сторону. Как могло случиться нечто подобное? И почему от президента Путина не последовало драконовского ответа о том, что Украина использовала военную взрывоопасную смертоносную технику, чтобы проникнуть на российскую территорию, уничтожить российские активы и убить русских людей? Да, используемые устройства Туполев 141 — это беспилотный летательный аппарат машин. Они были предназначены для стрельбы, а затем для ПВО, чтобы отслеживать и практиковаться взбиванием. Они не предназначены для боя поверхность-поверхность. Так что они были модифицированы украинцами. И вопрос в том, что они использовали. Они использовали, ты помнишь, я не знаю, помнишь ли ты это, но ты мог бы достать старые самолеты с дистанционным управлением с дисками, и ты мог бы вырезать диски и вставить их туда. А затем диск сказал бы ему поворачиваться и поворачиваться. Верно. Они сделали это с ним и, по сути, запустили его с помощью поворота. Потому что дело в том, что они летели по прямой линии на постоянной высоте. Их бы давным-давно сбили. Они проникли в российскую противовоздушную оборону, что говорит мне о том, что у них были очень точные разведанные о структуре российской противовоздушной обороны радарах. Когда они будут включены, когда они будут выключены, каковы потенциальные пробелы. И они продали нитку в эту игру. И ты получишь это только при помощи Соединенных Штатов. Поэтому я считаю, что об этом нападении было известно Соединенным Штатам, и они оказали в нем содействие. Кроме того, как оно перешло на сторону, русские говорят, что сбили его. И то, что упало на аэродром, на самом деле было беспилотником, который разбился после того, как его сбили. Похоже, это так. Но тем не менее, как они зашли так далеко, и каким должно было быть его конечное руководство, потому что у него его нет. А у этого есть GPS. Русские могут его заглушить. Вот в чем загвоздка. В одной из историй говорилось, что рядом с аэродромом, о котором идет речь, находилась группа глубокой разведки, диверсионно-разведывательная группа украинских солдат. И единственная причина для этого заключается в том, что если они наводили терминал с помощью лазерного целеуказателя, то этот трон был оснащен лазером. Позволь мне убедиться, что я тебя понял. Ты говоришь об украинских солдатах или разведанных на местах в России, направляющих украинский беспилотник к своей российской цели? Ты это имеешь в виду? Это то, что, согласно New York Times, это заявление, сделанное Украиной. Единственная причина, по которой оно так близко, это руководство терминалов. Похоже, что если это так, то кому-то в России придется за многое ответить, потому что хорошо. А как насчет кого-нибудь в Соединенных Штатах? Как далеко это продвинулось бы по пищевой цепочке? Знала ли об этом госсекретарь Остин? Знала ли об этом госсекретарь Блинкен? А Сулливан, советник по национальной безопасности, знал об этом? Знал ли президент об этом до того, как это произошло? Позволь мне выразиться так. Этот беспилотник нанес удар по базе, где находится российский ядерный бомбардировщик сдерживания. Российская доктрина высвобождения ядерного оружия гласит, что если кто-то попытается атаковать ядерную инфраструктуру России таким образом, чтобы уменьшить способность России реагировать, то Россия может применить ядерное оружие в отместку. Кто-то атаковал российское ядерное сдерживание. Это зеленый свет для России на применение ядерного оружия. Теперь это не так. Это не так. Они проявляют сдержанность. Но я здесь только для того, чтобы прямо сейчас сказать тебе, что если бы это нападение было совершено при попустительстве американцев, и президент Соединенных Штатов не был проинформирован, если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы приказал, чтобы голова того, кто это сделал, была доставлена мне на тарелки прямо сейчас. Потому что мы говорим потенциал ядерной войны. Это управление эскалацией действует с обеих сторон этой игры. Русские стремятся сделать это, но у Соединенных Штатов это тоже есть. И это крайне безответственно. И я не верю, что президент мог отдать этот приказ, потому что работа президента состоит в том, чтобы избежать ядерного конфликта, а не набрать очко. Прилетел беспилотник и повредил три вещи, убил трех русских, и из-за этого ты рискуешь полным глобальным уничтожением. Если в этом замешан американец, а я верю, что так оно и было, их головы должны полететь. Это неприемлемо. И каждый американский гражданин, любой, кто смотрит это шоу, должен быть возмущен. Потому что, позволь мне рассказать тебе, что только что произошло, когда ты читаешь этот заголовок об украинском беспилотнике, поразившем аэродром. Ты прав. Это могло означать конец твоей жизни. Является ли сияющий портрет Владимира Селинского в образе Томаса Джефферсона последних дней, в какой-то мере правдой, или он мошенник, головорез и коррумпированный авторитарный правитель? Он некомпетентный комик, ставший политиком, чей рейтинг одобрения до этого конфликта был ниже 25%. Он человек, настолько отчаянно пытающийся удержаться в власти, что перед этим конфликтом он подавил все оппозиционные СМИ, закрыл газеты, закрыл телеканалы. А как только началась война, он запретил оппозиционные партии, кроме нацистов. Он позволил им оставаться на своих местах. Это человек, который воспринял идентичность Украины глазами Степана Бандеры, неонациста-сторонника Адольфа Гитлера. Мы только что видели портрет генерала Зеленского-Залузнова, делающего селфи с портретом Бандеры на заднем плане. А и значит, они открыто идентифицируют себя как нацисты. Так вот это и есть мистер демократия. Сегодня в Украине нет демократии вообще никакой. И еще одна вещь, которую нам нужно понять, это то, что с самого начала этой войны его образ формировался в ЦРУ и МИ-6 посредством их информационной войны, их связей со средствами массовой информации. И этот журнал «Батайм» — человек года. Всего лишь продолжение этого. Это последний человек в мире, который должен быть человеком года. Он катастрофа для Украины. Он катастрофа для Европы. Он катастрофа для Соединенных Штатов. Не то, чтобы кто-то больше заботился о журнале «Тайм» или даже читал его, но разве в период своего расцвета он однажды не назвал Адольфа Гитлера «Человеком года»? Он назвал Адольфа Гитлера в 1939 году по моему «Человеком года». Но вот в чем дело «Человек года». У меня нет проблем, честно говоря. У меня нет проблем сделать зеленского «Человеком года», потому что речь идет о влиянии. И этот парень, независимо от того, руководят им другие или нет, его имя повсюду. Он звонит в Конгресс. Он звонит в парламент. Он звонит по-оперимскому. Он делает все возможное. У него будет съемка в журнале «Мол». Он везде. Так что, когда ты хочешь поговорить о людях, которые оказали влияние на мир, это он. Но когда ты начинаешь называть его любимцем демократии, когда ты начинаешь говорить, что он человек, ответственный за единство Европы, ты отклоняешься на 180 градусов. Он не любимец демократии. Он инструмент автократии, диктатуры и наихудшего вида неонацистской идеологии, которую только можно воплазить. Человек года, а это значит, что его имя повсюду. Конечно, Человек года, потому что он хороший парень. Скотт Риттер, каков он есть, мой дорогой друг. Большое тебе спасибо, что присоединился к нам. Я надеюсь, что мы сможем снять еще один сегмент до Рождества, а праздники уже близки. Мои дорогие друзья, я напоминаю вам о замечательной книге Скотта, которую я имел честь прочитать, «Разоружение во времена Париса Страйкера». Вот оно. Это его личный дневник. Он наполнен поступками. Он не скажет тебе этого, но я расскажу о его личном мужестве. И это также наполнено его экстраординарным пониманием разоружения во времена Парижской войны. Ты можешь купить это на Амазон или где бы ты не покупал свои книги. Гэри, спасибо, что разместил это. Скотт, большое тебе спасибо, что присоединился к нам. Всегда рад, мой дорогой друг. Спасибо, что пригласили меня. И счастливых праздников, если я не поговорю.